По иронии судьбы, Виктор Тартанов родился в Международный день слепых 12 ноября с 10% зрения, а в 16 лет полностью ослеп. Но парень не отчаялся и нашёл утешение в нотах. Поступил в музыкальную школу, учился играть на аккордеоне и гитаре, а потом начал писать песни и исполнять их. Сегодня Виктор ведёт свою радиопрограмму и входит в Книгу рекордов России как единственный незрячий телеведущий страны. Ездит с сольными концертами, как сейчас приехал на родину в шахты, а ещё записывает дуэты со звёздами шоу-бизнеса, путешествует по миру и читает лекции тем, кому нужна поддержка. Именно оптимизм, доброта и вера в лучшие, по словам Виктора, помогли ему встретить любовь всей жизни. И тут не обошлось без знака судьбы, на этот раз хорошего. С будущей женой Анной обручился в Международный день музыки. В основном все песни, которые сегодня я пою, это написала моя жена Анечка. У нас семейный тандем. И через 10 только лет она нашего брака совместно стала для меня писать песни. И причём такие песни, за которые Нелли Кобзон, супруга Иосифа Давыдовича Кобзона, на фестивале «Красная гвоздика» вручила ей диплом за вклад в развитие песенно-музыкального искусства России. У пары четверо детей, три сына и дочь. Живут они в Москве, но при первой же возможности возвращаются в шахты. Сейчас с концертом «Я вижу ослепительный мир». С убеждением, что поддержка других – основа жизни, Виктор Тартанов занимается благотворительностью. Устраивает бесплатные концерты, встречи с подопечными домов-интернатов, планирует заняться моральной реабилитацией участников СВО. Для этого сейчас учатся на психолога. Мне хочется, чтобы наша Ростовская область и город Шахты не падали духом. Никогда не стоит унывать, падать духом. Были времена, скажу, хуже, чем сейчас. Мы сейчас с вами не голодные. Слава Богу, что у нас пока ситуация такая, какая есть. Мы должны верить, что мы победим, во-первых, обязательно все изменится. Дарья Лисицкая, Николай Кубышкин, Первый Ростовский.